Сегодня трудно себе представить любой, а тем более курортный город, без салонов красоты, прачечных и химчисток, фотостудий и многого другого. В Сочи только в сфере бытовых услуг трудится более 4 тысяч человек. И свой профессиональный праздник не повод для отдыха. Вера Проидзо в профессии 45 лет. Ее кредо – дарить людям красоту, вернее помогать им становиться еще лучше. Секрет успеха ее предприятия – в душевности. Для того, чтобы шли люди, безусловно, надо работать высокопрофессионально и быть очень внимательным к своим посетителям, любить людей и всегда улыбаться. А вот труд работников ЖКХ порой незаметен, но без сотни дворников, ежедневно убирающих улицы Сочи, город не выглядел бы так, как он выглядит сегодня. На торжественном мероприятии в адрес коммунальщиков прозвучало пожелание, чтобы им приходилось реже выслушивать нарекания от жителей. Впрочем, тут же отметили – количество жалоб за последний год уменьшилось в разы. Жилищно-коммунальное хозяйство города за последнее время кардинально преобразилось. Давно забылись перебои с электричеством, частые аварии на водопроводах, обновлены канализационные сети, износ которых на отдельных участках превышал 80%. Закрыты для приема отходов обе городские свалки, которые на протяжении нескольких десятилетий причиняли серьезный ущерб экологии курорта. Адлерская рекультивирована полностью, а ВАО работы на стадии завершения. Мы их построили, реконструировали, полностью уже подготовили к рекультивации очистные сооружения на Новокинской. Коллектор увел все стоки центрального района на Бзугинские очистные сооружения. У нас построены или реконструированы, но это новое строительство краснополянских очистных сооружений, адлерских очистных сооружений, глубоководных выпусков. Сочи развивается, Олимпийские игры дали огромный толчок к этому, но останавливаться на достигнутом нельзя, ведь город стремится стать курортом мирового значения, а значит необходимо держать марку. Елена Всецна, телекомпания ФКТ